В эти смутные времена все больше и больше людей веры обращаются к Господу за благословениями, утешения и исцеления. Я хочу поговорить с присутствующими носителями священства об исцелении больных при помощи медицинских средств, молитв веры и благословений священства. Святые последние дни верят в использование наилучших из доступных научных знаний и методов. Для поддержания здоровья мы следуем принципам здорового питания, физической нагрузки, другим методам. А при восстановлении здоровья прибегаем к помощи медицинских специалистов, например, терапевтов или хирургов. Применение знаний в области медицины не противоречит принципу молитвы веры и доверию к благословениям священства. Когда кто-либо обращался к Бригаму Янгу за благословением священства, тот обычно спрашивал, «Вы пробовали что-нибудь для лечения?» Если ответ был отрицательным, и люди поясняли, «Мы хотим, чтобы старейшины возложили на нас руки, и у нас есть вера для исцеления», то президент Янг отвечал, «Согласно моей вере, это очень нелогично. Если мы больны и просим Господа исцелить нас и сделать для нас все, что нам необходимо, то, насколько я понимаю Евангелие спасения, я мог бы в равной степени просить Господа сделать так, чтобы моя пшеница и моя кукуруза росли сами по себе, и мне не нужно было бы ни пахать, ни серить. Мне представляется логичным применять всякое лекарство, которое оказывается в круге моего знания, и уже затем просить моего Небесного Отца осветить это средство для исцеления моего тела». Конец цитаты. Конечно, не нужно ждать, пока истякнут всевозможные методы, и только потом молиться с верой или давать благословение священства на исцеление. В критической ситуации, прежде всего, прибегают к молитве и благословению. Чаще всего оба этих действия предпринимаются одновременно. Это соответствует учению Священных Писаний о том, что мы должны всегда молиться, и что все должно делаться с мудростью и благопристойно. Мы знаем, что молитва веры, произнесенная в одиночку или в наших домах, или в местах поклонения Бога, может эффективно исцелять больных. Во многих отрывках из Священных Писаний говорится о силе веры в исцеление. Апостол Яков учил, молитесь друг за друга, чтобы исцелиться. И добавлял, много может усиленная молитва праведного. Когда женщина, коснувшаяся Иисуса, исцелилась, Он сказал ей, вера твоя спасла тебя. Точно так же книга Мормона учит, что Господь проявляет Свою силу сообразно с верой детей человеческих. Недавнее исследование, проведенное в США, показало, что 8 из 10 американцев верят в то, что сегодня происходят чудеса, как они случались и в древние времена. Треть опрошенных призналась, что они пережили сами или стали свидетелями исцеления свыше. Многие святые последние дни видели проявление силы и веры в исцеление больного. Мы также получаем там подтверждение от людей других вероисповеданий. Один журналист из штата Техас написал про такое чудо. Когда у пятилетней девочки внезапно появились проблемы с дыханием и началась лихорадка, родители срочно повезли ее в больницу. Когда она туда добралась, у нее отказали почки и легкие, и жар достиг температуры 41,7 градусов, а ее тело покрылось пурпурными пятнами. Доктора сказали, что она умирает от синдрома токсического шока неизвестного происхождения. Когда новость об этом дошла до родных и друзей, богобоязненные люди начали молиться за нее, а в их протестантской церкви в городе Вака, штат Техас, даже произошло специальное молитвенное собрание. И чудесным образом угроза ее жизни исчезла, и чуть позже, чем через неделю, ее выписали из больницы. Ее дедушка написал, она живое подтверждение тому, что Бог действительно отвечает на молитвы и творит чудеса. Воистину, как сказано в книге Мормона, Бог явит Себя всем тем, которые веруют в Нему, силою Духа Святого. Да, каждому племени, колену, языку и всем народам, совершая среди детей человеческих, соответственно, их вере, великие чудеса. Обращаясь к этой аудитории, взрослым носителям священства Махседекова и юношам, которые скоро получат эту силу, я хочу сосредоточить свое выступление на благословениях исцеления, связанных с этой силой священства. У нас есть власть священства, и мы должны быть готовы использовать ее должным образом. В наши времена возрастание числа стихийных бедствий и финансовых трудностей показывает, что нам понадобится эта сила и в будущем даже больше, чем в прошлом. Многие фрагменты священных писаний учат, что слуги Господа возложат руки на больных, и те будут здоровы. Когда при благословении больных применяется власть священства, происходят чудеса, и такие чудеса происходили со мной лично. В юном и зрелом возрасте я видел такие же чудесные исцеления, как и те, которые описаны в священных писаниях. И многие из вас тоже видели их. Применение власти священства для благословения больных состоит из пяти компонентов. Первое — помазание. Второе — запечатывание помазания. Третье — вера. Четвертое — слова благословения. И пятое — воля Господа. В Ветхом Завете часто упоминается помазание елеем как часть благословения, даруемого властью священства. Помазания считались необходимым условием очищения, и, пожалуй, его можно также рассматривать как символ благословений, которые должны излиться с небес в результате этого священного действия. В Новом Завете мы читаем, что апостолы Иисуса, многих больных, мазали маслом и исцеляли. В книге Иакова говорится о роли помазания в связи с другими компонентами благословения на исцеление властью священства. «Болен ли кто из вас? Пусть призовет пресвитера в церкви или старейшин, и пусть помолится над ним, помазав его елеем во имя Господне. И молитва веры исцелит болящего, и восставит его Господь». После выполнения помазания властью священства Махиздекова, это помазание нужно запечатать той же властью. Запечатывать означает утверждать, связывать ради назначенной цели. «Помазывая больного и запечатывая это помазание, старейшины открывают отверстия небесные, через которые Господь сможет излить свои благословения на страдающего человека». Президент Бриггам Янг учил, «Когда я возлагаю руки на больного, я ожидаю, что целительные силы и влияние Божьи сообщатся через меня, страждущему, и болезнь отступит. Когда мы подготовлены, когда мы являемся святыми сосудами перед Господом, поток силы от всемогущего может устремиться через тело благословляющего к организму страждущего, и больные исцеляются». Конец цитаты. И хотя нам известно о многих случаях, когда люди, благословенные властью священства, исцелялись, мы редко упоминаем об этом на общих собраниях, потому что современное откровение предостерегает нас, чтобы мы не хвалились этим и не говорили об этом перед миром, ибо все это дано нам на наше благо и спасение. Вера жизненно необходима, чтобы человек мог быть исцелен силами небесными. Книга Мормона даже учит, что если бы не было веры у детей человеческих, Бог не мог бы совершить ни одного чуда среди них. В замечательном выступлении о благословении больных президент Кимбелл сказал, «Мы часто недооцениваем потребность в вере. Зачастую кажется, что больной человек и его семья всецело зависят от силы священства и дара исцеления, которые, как они надеются, есть у прислуживающих им братьев. На самом деле, куда больше ответственность возложена на того, кто получает это благословение. Огромное значение имеет вера самого человека, если он находится в сознании и отвечает за свои поступки. Фраза «Вера твоя спасла тебя» так часто звучала из уст учителя, что почти стала рефреном. Президент Кимбелл даже предположил, что, цитата, «Слишком частые просьбы о благословении могут указывать на нехватку веры либо на то, что больной пытается переложить ответственность за развитие веры с тебя на старейшим. Конец цитата. Он рассказал об одной верной сестре, получившей благословение священства. Когда на следующий день ее спросили, желает ли она снова получить благословение, она ответила, «Нет, я уже была помазана, и меня уже благословили, таинство было выполнено, и получу ли я свои благословения, теперь зависит от моей веры». Другой компонент благословения священства — это слова благословения, произносимые старейшиной после запечатывания помазания. Эти слова могут оказаться очень важными, но они не самая важная часть благословения, и они не фиксируются в архивах церкви. В случае некоторых благословений священства, например, патриархальных благословений, произнесенные слова составляют саму суть благословения, но в случае исцеления самые важные элементы благословения — это помазание, запечатывание помазания, вера и воля Господа. В идеале старейшина, проводящая благословение, находится в такой гармонии с Духом Господа, что знает и провозглашает волю Господа в словах благословения. Бригам Янг учил носителей священства «Ваша привилегия и обязанность жить так, чтобы вы могли распознать, когда вам изрекается Слово Господне и когда вам открываются помыслы Господне». Когда это происходит, произнесенные благословения чудесным образом сбываются, буквально. В некоторых особых случаях, когда я проводил благословение на исцелении, я испытывал такую уверенность во вдохновении от Господа, что знал, что озвучиваю волю Господа. Однако, как и большинство из людей, которые проводят благословение на исцеление, мне часто приходилось бороться с неуверенностью относительно того, что сказать. В силу самых разных причин у каждого старейшины бывают моменты подъема и спада, уровни восприимчивости к внушениям Духа. И на каждого старейшину, проводящего благословение, влияет то, что мы от себя желаем больному. Все эти и другие несовершенные качества смертных людей способны влиять на произносимые нами слова. К счастью, слова, произнесенные во время благословения на исцелении, не оказывают существенного влияния на его способность исцелить. Если веры достаточны, если такова воля Господа, больной человек исцелится или получит необходимое благословение вне зависимости от того, что говорит об этом дарующий благословение. Напротив, если проводящий благословение подастся личному желанию или собственной неопытности и даст наказ или скажет сверх того, что хочет даровать Господь человеку по вере его, то эти слова не осуществятся. Следовательно, ни один старейшина не должен стесняться участвовать в благословении исцеления и запасения, что он не будет знать, что сказать. Слова, которые он произнесет в благословении, могут наставлять и оживить веру слышащих их, но воздействие благословения зависит от веры и воли Господа, а вовсе не от слов, произнесенных старейшиной. Юноши и взрослые мужчины, пожалуйста, обратите внимание на то, что я сейчас вам скажу. Проявляя непоколебимую веру в силу священства Божьего и дорожая его обещанием о том, что он услышит молитву веры и ответит ее, мы должны всегда помнить, что вера и власть священства исцелять не могут вопреки воле того, кому принадлежит это священство. Об этом принципе упоминается в Откровении, побуждающем старейшин церкви возложить руки на больных. Господь обещает, тот, кто верует в Меня во исцеление свое и не назначено ему умереть, будет исцелен. Точно так же в другом современном Откровении Господь провозглашает, что когда человек просит согласно воле Божией, ему дается именно так, как он просит. Из всего этого мы узнаем, что даже слуги Господа, применяющие его священную власть в ситуации, когда веры в исцеление достаточно, не могут дать благословение священства исцеляющего человека, если это исцеление не соответствует воле Господа. Мы, дети Божьи, знающие о Его великой любви и Его совершенном знании и того, что лучше для нашего вечного благополучия, мы должны доверять Ему, полагаться на Него. Первый принцип Евангелия — это вера в Господа Иисуса Христа, а вера подразумевает и доверие. Такое доверие я ощутил во время выступления моего двоюродного брата на похоронах девочки-подростка, которая умерла от тяжелой болезни. Он произнес слова, которые сначала меня поразили, но затем помогли мне быть назидаемым и многому научиться. Он сказал, «Я знаю, Господу было угодно, чтобы она умерла. Она получила всю возможную медицинскую помощь. Ей давали благословение священства». Ее имя было записано в храмовом молитвенном списке. Сотни людей молились о том, чтобы ее здоровье наладилось. И я знаю, что в ее семье достаточно веры, чтобы она могла исцелиться. Но на то была воля Господа, чтобы забрать ее домой сейчас». Конец цитата. Такое же доверие я ощутил в словах отца другой замечательной девочки, которая умерла от рака в юном возрастковом возрасте. Он провозгласил, «Вера нашей семьи сосредоточена на Иисусе Христе и не зависит от того, что происходит с нами». В этих словах я услышал истину. Мы делаем все возможное для исцеления любимого человека, но результат мы доверяем Господу. Я свидетельствую о силе священства Божьего, о силе молитвы веры и об истинности этих принципов. И более всего я свидетельствую о Господе Иисусе Христе, Которому мы служим, чье воскресение гарантирует нам бессмертие и чье искупление дает нам возможность получить жизнь вечную, величайшей из всех даров Божьих. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Иисусе Христа. Иисусе Христа. Иисусе Христа. Раундаминь. Раундаминь. Продолжение следует...